Следующему слайду, здесь очень хорошая такая фраза. Значит, если у вас нет плана действия, то скатайте свою цель в трубочку, ее так легче будет утилизировать. То есть, обязательно мы заводим ежедневник и начинаем писать бизнес-план. А потом мы проводим встречи, приглашаем бизнес-людей, которых называем партнерами, для того, чтобы расширить свой бизнес с помощью партнерских отношений. И какой партнер серьезный, когда к вам приходят, бывают такие люди, которые занимались бизнесом, это люди, конечно, не наемные работники, когда вы приглашаете в бизнес, то эти люди всегда спрашивают, а какой бизнес-план будет? Покажи. Не знаю, встречались вам такие люди или нет, мне уже встречались. И сегодня я постараюсь рассказать вам, как все-таки я пишу планы и как с помощью этого плана можно достичь успеха. Итак, это стоит запомнить, это стоит знать, что один потерянный день в сетевом бизнесе входит в 10 потерянных дней. Почему? Потому что сетевой бизнес мы приходим строить, как правило, ту компанию, которая на рынке недавно. Вот наша компания, куда мы вас пригласили? Партнеров. Партнерами быть эта компания на рынке недолго, но сейчас 2 года всего, это еще недолго. Но все равно компания сейчас такие обороты набирает, такое количество подписаний каждый день идет, уже тысячи идут к нам. Поэтому сейчас вообще нельзя терять времени, нельзя ничего откладывать на завтра, нужно делать прямо сегодня. И секрет сетевого бизнеса это делать прямо сейчас, сделать это быстро. Вот, если ваш план будет работать, если вы будете работать по плану. То есть действовать нужно прямо сейчас. Это тоже стоит знать, чем сетевого бизнеса. Значит, если вы потеряете какое-то время, то чем дальше, тем сложнее и сложнее будет стоить, ну, там, по-четевого бизнеса. Да, вы построите, но это пойдет больше терпения и больше времени. А время это деньги, так и знаете. Берегите время, потому что оно самое ценное, что у нас сейчас в жизни. Ну, конечно же, если у вас нет плана, то и нет бизнеса. И, конечно, не будет ни денег, ни одежды, ни развлечений. Конечно, у вас, вы не погасите долги и кредиты, и, конечно, и еда, и отдых. И ваши мечты, если они таковые у вас есть, они не сбудутся. Поэтому, что делаем? Принимаем решение и пишем план. Значит, что такое план? Я уже сказала, что мы заводим ежедневник. В этом ежедневнике мы пишем все эти планы. Каждый год ежедневник я новый завожу. Вот, и каждый год у меня есть какие-то цели. Из каких этапов составляется план? Ну, это всегда ежедневный, еженедельный, месячный, квартальный, годовой. Но мы остановимся на том, что начнем с годового, то есть снизу начнем. Да, это годовой план, обратите внимание. Что такое годовой план? Годовой план – это та цель, смотрите, та цель, которой вы идете. Начинаем работать с планом, с конца, конечная точка нашего маршрута. Когда, то есть это цель, то есть все, что у нас запланировано на срок год и более, отводы до 10 лет, это все цели. Мы называем целевое бизнес-планирование. То есть мы начинаем с цели. И когда приходит ко мне новичок, и мы с ним садимся на тысячу план, то я ему всегда говорю, что ты хочешь от бизнеса этого. Какой результат и в какой срок ты хочешь получить. Это первый вопрос, когда я задаю человека, конечно, люди, конечно, это уже теряются. Кто-то говорит, хочу там 100 тысяч, хочу 50 тысяч, кто-то 30, а кто-то говорит, а мне и 500 мало. Ну что я вам хочу сказать? Хорошая новость. В компании Essence можно ставить цели достичь на год. Вот здесь стоит цифра 200. Вот вы сегодня пришли, особенно люди, которые новые. Они сегодня находятся в точке А. Мы сегодня в Essence 0 рублей. Мы говорим только о цели компании Essence, достичь какого-то результата. То есть сегодня вы в точке А, но мы направляемся в точку Б. И мы определяем сами, что нам нужно. Здесь я написала 200 тысяч рублей. Весь этот период и разбила на 12 месяцев. Видите, вот этот вот кусочек, это 1 месяц. Видите, вот 12 месяцев. То есть в принципе это у нас цель идет от А до точки Б. На нее у нас уйдет год. Примеры и расчет я покажу вам, как это делается. Вот. За год мы должны выйти на 200 тысяч рублей. Но хорошая новость в том, что у компании Essence хороший маркетинг план, что вы можете выйти на 500 тысяч. И даже на более за год. Просто вы, конечно, должны ставить тот цифр реальный, который у вас реально в голове, в который вы видите. Потому что очень важно при планировании не просто записать, важно в это верить. Некоторым непривычны цифры 200 тысяч, 600. Кому-то даже 100 тысяч непривычны. Люди разные, потому что они находятся в разном социальном уровне, в разном статусе и имеют разные доходы. Поэтому, конечно, вы пишете ту цифру, которая вам нужна. Но это достижимо, потому что я хочу вам сказать, что в бизнесе Essence выходили люди за 6 месяцев на 500 тысяч. То есть это реально. Это уже реальные люди, которые в нашем бизнесе входят на 5 тысяч. Значит, поэтому мы здесь сегодня рассмотрим, как составить план, значит, на то, чтобы выйти за 12 месяцев на 200 тысяч. Обратите внимание, значит, каким образом. Это схематично я показала. Вот. Чуть попозже я покажу, как я записываю в своем ежедневнике. И сейчас мы посчитаем эту цифру. Нам нужна одна единственная цифра для этого расчета. Конечная цифра. Я думаю, что это все понятно, да? Значит, вот я поставила конечную цифру 200 тысяч рублей. Такие данные нам нужны для данного расчета. Весь этот расчет, обратите внимание, который сегодня я вам буду давать. Этот расчет я изучала на школах Александра Матеревича. И это было не так давно, как бы на самом деле я использую эти навыки, его коэффициенты, которые он дает, его знания в своем бизнесе. Но на самом деле я бизнес построила 100 тысяч в первый год. То есть я начинала без этих знаний. Но я приблизительно так же ставила цель. Вот. Я точно так же написала на 12 месяцев только 100 тысяч. Я без коэффициентов разбила на планку. То есть я на 12 месяцев разбила постепенно как бы шаги. Это был приблизительный расчет, скажем так. И мы сегодня сравним мой приблизительный расчет, к чему он ее привел, и точный расчет, который нам дают успешные люди, имеющие большой опыт в сетевом маркетинге. И данный расчет, который я сегодня вам покажу, он основан на тех тех коэффициентах, которые существуют в статистике мирового бизнеса сетевого маркетинга. Этот расчет может использоваться для любой компании сетевого маркетинга. Итак, что нужно знать для того, чтобы сделать этот расчет? Нужно понимать, какова средняя эффективность работы сетевого маркетинга. И здесь мы в расчете применяем принцип Парета. Мы о нем раньше говорили, что такое принцип Парета. Вы, наверное, знаете, 80% усилий, 20% результатов. Этот принцип Парета работает не только в бизнесе, он работает в разных сферах жизни. Даже вы учились в школе, все прекрасно понимаете, что 80% вы усилий закладывали, 20% всего в школе заполнили. И так, значит, здесь применяется принцип Парета для новичков. 1-10. Почему? Потому что, на самом деле, когда человек начинает строить бизнес, и он имеет опыт сетевого маркетинга, у него, конечно, будет результат 80 на 20. То есть из 10 человек у него придут 2 человека. Понятно это, да? Если кому-то непонятно есть вопросы, то вы, пожалуйста, пишите, я буду поглядывать в чат и отвечать по ходу дела. Значит, дело в том, что не у всех людей будет результат 10-2 человека. Приходят люди, которые новички в нашем деле. И эти люди должны какое-то время наработать навык. И у них не будет таких быстрых результатов. Но они будут обязательно. То есть они будут сначала не очень быстрые, но они будут результаты. То есть из 10 человек у вас придет 1. Понимаете? Вот. И как только вы будете дальше работать, если вы не остановитесь и начнете продолжать отрабатывать свои навыки, коммуникации, там, да, навыки приглашения, навыки проведения встреч и так далее, то вы, в конце концов, так вы говорите, что у вас будет результат 10 из 10-2 человека, а может из 10-3 человека дальше. То есть, вы знаете, везде нужны профессионалы, и везде есть то же самое. Только вы начинаете подниматься на уровень профессионализма, вы уже сами заметите, почему у вас в плане будет записано такие цифры, вы потом посчитаете, сделаете анализ если увидите сами от самого результата, что у вас уже результат улучшился, вот еще для чего нужно делать план, для того, чтобы выявить свои незачеты и ошибки. Понимаете? Смотрите, что еще нужно знать? Значит, нужно знать свой маркетинг-план. Как это выплатить? Просто выучить от духов, знать наизусть весь маркетинг-план. Если вы сегодня кто-то не знает, обязательно выучите, как считается маркетинг-план, чтобы вы могли даже его по телефону рассказать, чтобы вы спали и видели, как он считается. Я думаю, что это ваш бизнес, и это график выплат компании, и он вас должен в первую очередь интересовать. И людей, которые это интересуют, которые не знают маркетинг-планы, значит, эти люди просто не хотят свой собственный бизнес. Поднять результатов не будет. Значит, что еще нужно знать? Знание того, что нужно все-таки делать, когда вы приходите сюда работать, то есть строить бизнес. Я сегодня рассказываю этот план, еще раз повторяю, для тех людей, которые пришли строить бизнес. Серьезно. Это не просто продавать. Те люди, которые пользуются, те люди, которые продают, им можно бизнес-планы не писать. А те люди, которые хотят достигать больших результатов, это нужно обязательно узнать и делать. Итак, что мы делаем? Мы проводим встречи или сделки. В чем заключается наша работа? Вот мне человек спрашивает, что нужно делать? Нужно проводить встречи или заключать в сделки. То есть мы проводим встречи и приглашаем людей в бизнес. Мы ищем силовых партнеров. Мы ведем отбор из лучших, из лучших. И об этом говорила в школе по рекламу. Значит, как делается дальше расчет? Я вам расскажу расчет, а потом просто покажу одну табличку, по которой вам все это облегчит. Потому что я знаю, что не все люди у нас имеют такой, знаете, логический сплат ума. Некоторым математика не очень дается. Я это все понимаю. Есть творческие личности, которым сложно считать что-то. И мы для тех людей, которым сложно что-то считать, мы приготовили некий такой подарок, что ли. Да, упростили их работу. Я в конце покажу. Итак, данные для расчета. Мы исходим из конечной цифры дохода 200 рублей на 12 месяц. 5% берется средний показатель доходности. В сетевом бизнесе он от сети составляет от 3 до 7%. Дело в том, что этот коэффициент это тоже коэффициент статистических данных в сетевом маркетинге. И как этот рассчитывается коэффициент, вам вообще это не нужно знать. Мы берем средний, 5%. Поэтому, чтобы посчитать товарооборот группы на этот 12 месяц, когда вы получите доход 200 тысяч рублей, вот, 4 миллиона товарооборот группы, мы считаем по вот этой формуле. Делаем расчет. И у нас получается, что у нас товарооборот группы, берем X, он у нас равен 100%. То есть, 100% товарооборот группы должна определить. 200 тысяч – это 5%. Это средний показатель доходности. В результате у нас X получается 4 миллиона рублей. То есть, мы таким образом рассчитываем наоборот группы. Если вы возьмете 100 тысяч, и вам нужно на конец 12 месяц, или 400, значит, вы ставите сюда другую цифру, 100 или 400, и получаете другой товарооборот. Вы понимаете, какой товарооборот. Значит, активность мы здесь перенимаем за 100 баллов. 100 баллов – это у нас обязательно 10 тысяч рублей в месяц. Это та активность, которую, как бы, каждый месяц приняла решение делать я. Вы знаете, что в нашей компании есть принята активность для людей, которые строят бизнес, всего 20 баллов. 20 баллов – это, в принципе, как бы 2 тысячи рублей, если я круглик. Вот, это немного. Я лично, вы, конечно, вы бастами делаете свой. Я лично решила, что для того, что построить бизнес, 20 баллов – это очень мало. Я считаю, что это может даже великий силой. Это очень мало. Потому что в бизнес есть бизнес. 100 баллов – это достаточно комфортно. Хотя есть некоторые люди, которые принимают решение 400 баллов делать. Но это, наверное, люди очень сильные, сильные, настоящие предприниматели. Все-таки нужно сказать, что я была наемным работником, когда я принимала решение строить этот бизнес. Я все-таки побоялась брать цифру больше, потому что, на самом деле, как бы, в моей голове было достаточно такая вот цифра комфортная, 100 баллов, потому что я уверена была, что я это сделаю. Понимаете, в чем дело? И я уверена была, что мои люди повторят эту цифру. То есть, это может, мне кажется, повторить каждый. Поэтому я приняла решение для себя 100 баллов. Ну, из тех пор я всегда делаю 100 баллов. У меня не было ни одного месяца, чтобы я его не делала. Есть месяцы, где больше. Количество баллов – это однозначно. Сейчас я уже, как бы, ставлю себе вообще план 200 баллов, потому что мы очень много потребляем, мы все продукты покупаем в компании. Компания, которая платит мне такие большие чеки, понимаете, несколько сотен тысяч рублей. Ну, конечно, я буду покупать продукты только в этой компании. Все, что мне нужно, все, что нужно для моих друзей, подарки. Вот. Плюс у меня появляются, конечно, клиенты, и у меня никогда не получается 100 баллов, у меня всегда получается больше. Вот. Дальше мы берем, значит, тот товароборот, который мы посчитали, товароборот, 4 миллиона, делим на, значит, товароборот, который должен один человек, делайте, получаем, что у нас должно быть 400 активных партнеров, или 400 сделать. Что такое активный партнер? Это тот партнер, который сделал 100 баллов. Товароборота, это активный партнер. То есть, это бизнесмен, настоящий ваш партнер по бизнесу. Вот. Что мы в результате получаем? Смотрите. В результате мы получаем вот такую вот табличку, обратите внимание, вот 12 месяцев. Пример расчета для получения дохода в 200 тысяч рублей на 12 месяц работы. Вот это 200 тысяч на 12 месяц, ваш доход. Видите, 12 месяц ваш доход. Вот оборот, который мы считали, видите, получился. Вот активный партнер, который мы посчитали, и 400. дальше у нас есть формулы или кафедренты. Они вот выглядят таким-то образом. Вот. Это как рассчитать разные педы. То есть, мы считаем квартальные цифры используя данные педы. Мы сейчас с вами считать не будем. Если вы хотите, вы пересчитаете. Я уверена, что в записи эта школа будет. Вот. И если кому-то нужно, можно слайды прислать. Это не вопрос на самом деле. То есть, в итоге мы приходим к вот такой табличке. То есть, исходя из вот этой цифры одной, мы посчитали, что это будет. Вся табличка и есть шаги, которые вам нужно делать. Мы смотрим, первый месяц. Первый месяц у вас доход будет 1774 рубля. И у вас должно быть 4 активных партнера, которые делали по 100 баллов. Да? И вот оборот рубля. На 35 тысяч 3190 рублей вы делаете должны оборот, групповой. Групповой оборот. То есть, на самом деле, люди, которые начинают сетевой маркетинг, они уже понимают, что мы находимся на какой ступеньке, сколько у нас здесь процентов, на какую ступеньку мы выходим в первый месяц. Кто может сказать? Из присутствующих. У меня вообще слышно или нет? 6 процентов. Правильно. Мы вышли на ступеньку 6 процентов. И так далее. поэтому, то есть, я думаю, что понятно. Конечно, по доходу и по товарообороту мы видим, что это 6 процентов. Значит, дело в том, что этот план вы можете как бы распечатать на себя, посчитать и выложить его на стол. Это очень удобная табличка. Потом записать в ежедневник, посчитать, сколько вам встреч нужно проводить и начинаете отрабатывать. То есть, ваша цель в первом месте выйти на этот уровень. Сейчас я вам покажу другую табличку. Обратите внимание, здесь вот табличка в 200 тысяч, но мы ее как бы усовершенствовали дальше. То есть, мы добавили, у нас здесь план есть, добавили графу факт. А, видите, здесь даже 3 процента, потому что, ну, чуть-чуть не хватает 362, смотрите, баллов, если посмотреть, 362 балла, это 3 процента. Ну, это как бы не страшно. Ну, почти, почти 6 процентов. Вот. И обратите внимание, вот эту табличку, как бы, считая, можно посчитать автоматически, я вам сейчас покажу. А, вот активные партнеры 4 человека и количество встреч с новичками. То есть, в принципе, это расчет согласно коэффициентам. И плюс-минус погрешность равно существует, в зависимости от маркетинг-плана, потому что это не универсальный расчет. Количество встреч с новичками, обратите внимание, 40. Чтобы получить 4 партнера, активные партнеры в бизнесе, те, которые делают 100 баллов, нужно провести нам 40 встреч. То есть, мы говорим о чем? О том, что у вас результат будет по принципу партнера с 101 человек, да, то есть, из 40 будет 4. То есть, это вообще расчет для новичка. Я рекомендую к этой табличке добавить еще вот эту графу, как количество встреч нужно проводить. и первый, в плане, видите, первого месяца всегда большая цифра. Это зависит от того, какой шаг вы сделаете. Если вы в последнем месяце 40 выберете 60, я, например, первый месяц сделаю 60 встреч. И тогда у меня получилось 12 человек по принципу паретта 80 на 20, да, то есть, у меня из 60 человек было не 6 человек, а 12, понимаете, то есть, я уже человек был от опытом пришла в эту компанию и у меня уже результат был повыше. И тогда, что у меня получилось, то есть, допустим, у меня тогда была бы такая табличка, да, такой расчет. Я начала проводить встречи, но я не захотела 40, я захотела 60, я захотела больше провести, вы тоже можете это сделать. Вот. И что у меня получилось? У меня получилось, что я сразу скрохнула на вот эту графу, да, видите, на третью, позицию, то есть, даже на четвертую, на 9%, 15 человек, активных партнеров, видите, что происходит. То есть, если вы такую табличку для себя сделали, пришли в бизнес, но вы провели большее количество встреч и у вас лучше результат, то есть, если вы провели 60 встреч и у вас еще небольшой результат, то есть, вы новичок, у вас хотя бы 6 будет, вы все равно попадете во вторую графу. Я думаю, что это понятно, да? Если вы, у вас результат лучше, если вы с опытом сетевого маркетинга, то вы попадаете сразу вот сюда и на 9%. И чек, соответственно, у вас другой, понимаете, в чем дело? И это, в принципе, нормально. То есть, вы берете себе ту цифру, которую хотите, а потом просто получается от результата первого места, как вы себя запустите, как вы запустите свой бизнес, какой вы рыбок сделаете, на такой ступеньке вы и окажетесь. Вы можете оказаться на вот этой ступеньке, можете оказаться на вот этой, а может на вот этой. А есть человек, который оказался на 12% был один человек, который оказался на 12%. Он провел, допустим, где-то в районе 100 встреч, и этот человек с опытом сетевого маркетинга. То есть, из 10 человек у него пришло 2-3 человека, понимаете? Поэтому, конечно, он мог оказаться и на этой ступеньке. Все зависит от ваших навыков, от вашего терпения, от вашего трудолюбия, от вашей ответственности. Но тогда вы на 200, ну как вы дойдете? Вы дойдете, это у вас будет первый месяц тогда, это второй, это третий, этот четвертый, этот пятый, этот шестой, седьмой. То есть, на седьмой месяц вы выйдете на этот ступень. Понимаете? Я думаю, что это вам понятно, объясняется, и непонятно, напишите вопросы. Обратите внимание, по плану встреч у вас в следующем месяце где написано 15. Почему я написала 15? Потому что в следующем месяце нужно не рассчитываем, а пишем 15. Это я ставлю цифру из своего опыта. В той 15 встреч в месяц это через день одного человека. Почему? Потому что такое количество встреч большое вы можете в первом месяце что-то сделать. Это рывок. Можно сделать рывок. Можно сделать рывок еще на второй месяц. Но так вы работать всегда устанете. Это тяжело. Поэтому я рекомендую в первый месяц отдать все силы своему бизнесу сделать очень хороший запуск. Пока у вас мотивация, пока вдохновение, пока у вас список и знакомый. И у вас очень много людей в окружении, которым вам хочется рассказать. Но люди потом уменьшаются, и нужно будет переходить с теплого рынка на холодный рынок. Вот. И усталость все-таки появляется, потому что это тяжело, большого количества. и мы приходим в норму. В ту норму, в которую нам комфортно более-менее жить и работать. Потому что жить все равно у нас продолжается. У нас есть обязанности, семья, дети и так далее. У нас есть там кодеки, развлечения. То есть мы чуть-чуть должны уменьшить. Я хочу сказать, что к вам подключаются партнеры, и уже во второй месяц вам только с кандидатами нужно или новички, или кандидаты, можно так. как называют людей, которым вы даете информацию о нашем проекте. Вы можете провести всего 15 встреч, потому что к вам приходят люди, которые вас повторяют, и уже ваши новички будут в этот месяц проводить. Первый месяц у них будет, они будут по 40-60 проводить, а вы уже меньше. То есть пойдет дубликация. То есть как бы, знаете, удвоение ваших возможностей, то есть усиление ваших возможностей. То есть получается, что ваши партнеры добавляют как бы энергии, добавляют количество встреч в вашу структуру. В этом и смысл командной работы, что каждый приходит в начале и начинает подключаться к проекту, запускается, делает много встреч и продвигает проект. А вы продолжаете продвигать свой проект, но вы не с такой скоростью. Понимаете? Но вам помогают партнеры, которые внизу. И этого достаточно. Плюс у вас появляются партнеры, которых нужно обучать, которым нужно все это рассказать. И вы тоже планируете. То есть вот эта цифра, эта встреча с новичками. Но у вас появятся вот эти 4 партнера или более, и вы должны их обучить, как строить бизнес, запустить по этим шагам. То есть вместе с ним и запустить по бизнесу. То есть помочь. Понимаете? И с планированием вот этим, и с проведением встреч, помочь. Почему люди некоторые не достигают успеха? В бизнесе, в системе, в маркетинге. Потому что они не учатся, они не запускают своих партнеров, они просто делают перепись населения. Подписывают людей и оставляют их. Этот новичок там подбегал, подбился, подбился, ничего не смог, никто его не научил, никто ему ничего не рассказал, план не показал. Цифру они вот эту не озвучили. у человека нет видения, что к этой цифре можно прийти, его ничего не мотивирует, он не видит цифр, кроме продаж. Он возьмет 1, 2, 3, плакона продал, меня уже никто не берет. А он его не мотивирует, эту цифру ему никто не показал. У него никто не спросил, чего он хочет, и что он может в компании этого достичь. Знаете, что делать? Поэтому, конечно, нужно обязательно выпускать своих партнеров хорошо, обязательно им помогать и обязательно с ними строить планы на вот такие серьезные цифры. Ну, я понятна, пожеланные партнеры. Я думаю, что это понятно. Теперь я вам вот покажу сейчас один график. Вы увидите план захвата мира. Обратите внимание на этот график и те цифры, которые мы сейчас смотрели в таблице, я вывела в этот график. Смотрите, дело в том, что, вот смотрите, внизу на нижней строке, внизу мы видим, я разделила на 12 месяцев, да, нижнюю ось к этой строке, извините, нижнюю ось. Вертикальную ось разделила по деньгам. Это деньги. 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч, 250 тысяч. Видите? То есть на такие ячейки мы можем прийти. Довела, нарисовала я график, вот в синем, обратите внимание, это тот график, который рассчитан по табличке, да, выход на 200 тысяч. То есть в соответствии с вот этими цифрами, то есть вот табличка, которую посчитали мы с помощью коэффициента, то есть тот график, который мы запланировали, да, понятно. Обратите внимание, что здесь, смотрите, первый месяц, второй месяц, денег нет, практически на нуле мы идем, видите? деньги такие маленькие, что мы их показать даже не можем, да? То есть вначале, если вы по табличке видите, тут 1700, это немного, 2700, в принципе, только на третий месяц какая-то более-менее цифра появляется, обратите внимание, на третий месяц чуть-чуть вырастает график, и мы начинаем какую-то денежку уже ощутимую видеть, видеть, да? Каким образом появляются, растут у нас деньги? Смотрите, они сначала медленно, а потом быстрее, 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 экспонента, график в виде экспонента, потом раз, и такой взлет. С чем это связано? С тем, что вначале, когда приходит новичок, то вы ему считаете этот бизнес-план, вначале у него не будет таких результата, потому что у него еще нет навыка, нет навыка проведения встреч, он проводит встречи, и у него еще люди не подключаются, у него еще не хватает навык коммуникации, у кого чего не хватает, кто-то не владеет навыками коммуникации, кто-то боится разговаривать с какими-то людьми, у кого-то нет уверенности, веры, то есть на самом деле, конечно, должен быть рядом спонсор, который должен помогать, и если у вас нет такого спонсора, бывают такие ситуации, когда у вас подпишел человек, который сам не учится, не работает, а вы хотите, то я вам рекомендую обязательно подняться вверх по вертикали, позвонить в компанию, спросить, кто у вас верхний спонсор ближайший, тот человек, который учится, который имеет успех, с этим человеком сказать, я хочу построить дизайн, я уверена, он вам не откажет, он будет вам рад, и всегда вас научит и поможет. Когда рядом будет спонсор, конечно, вы все равно достигнете успеха. Некоторые люди без спонсора учатся, есть такие люди ответственные, которые сами, конечно, найдут, обучение найдешь, если ты захочешь, можно в интернете найти, можно купить, за деньги можно найти, даже бесплатное обучение, вы найдете, но если будет сам работать, имейте в виду, что вначале как бы медленно мы двигаемся. А здесь я показала красные линии, вот этот вот, значит, это график моего роста личного, из моего кабинета, личного кабинета ЭСС, то есть я выбрала свои доходы и поставила соответствие с графиком. Какой доход у меня в первый месяц был, какой доход во второй, какой доход в третий и так далее. И соединила ведь их прямыми. Он получился похожий на этот график, ну, немножко ломанный такой, но, то есть это рабочий график. Если это идеальный график, который поставила нам вот эта система, это график реальный. То есть я хочу сказать, что этот график тоже работает. То есть приблизительно такими же темпами я развивалась. Обратите внимание, мы достигли, в этом графике мы достигли одной и той же цифры, 150 тысяч рублей дохода, да, причем мы достигли где-то на, в районе 11-го места, 10-11-го места, да, обратите внимание. То есть этот график работает нормально, но, обратите внимание, мои доходы раньше были выше, да, пусть у меня первый месяц был уже чек 5 тысяч рублей, он у меня выше. Второй месяц у меня был еще больше, да, третий месяц у меня еще больше, то есть я больше денег получила, чем по вот этому расчетному графику. почему? Потому что мой принцип пара, это был, у меня был опыт, я результат получала выше, поэтому, если вы сегодня имеете опыт, пришли из какой-то компании, вы учились, у которого что-то не получилось, вы решили сделать бизнес в этой компании, то у вас обязательно получится, и ваш результат будет выше, чем вот этот просчитанный, и здорово, пусть он будет выше, понимаете, вы строите план захвата мира, то есть вы сегодня завоевываете рынок России и Европы, сегодня это эссенс возможно, поэтому я уверена, что вы можете составить этот план, и очень многие достигнут большего, нежели будут в этом плане, но план ваш будет ориентирован, понимаете, как путеводная звезда, думаю, что вам как бы это понятно. Здесь, значит, смотрите, еще я табличку вам представила, в которой можно поставить цифру 300 тысяч, 300 тысяч, обратите внимание, то есть любую цифру вы можете 500 поставить, и это реально в нашем бизнесе, да, но первый месяц вы будете на 6, просто втором на 6, и посмотрите, третий на 9, четвертый на 9, вначале вы не будете очень быстро двигаться, но опять же, здесь расчет идет для новичка, по принципу Паретта из 10 человек, 1, вы поняли, а у вас может быть результат выше, поэтому, когда вы начинаете работать, то вы факт пишите, план у вас есть, а вы написали факт первый месяц, и ваш факт может оказаться, я же говорю, вот таким вот результатом, и выйти на 9, значит, вы его не в первом, не сюда пишите, а сюда начинаете, вы сокращаете, делаете как скачок, на четвертый, первый месяц, у вас будет цифры подобные, это хорошо, если у вас цифры меньше, чем вот эти, почему нужно каждый месяц делать анализ, почему нужно все это начать, потому что у вас есть расчетная цифра, средняя для маркетинга, вообще в Европе и в России, ну даже в мире я бы сказала, это расчетная цифра мирового значения, вот, у вас есть, и вы не вышли на это, у вас нет 5 активных партнеров, что происходит, вы должны проанализировать, сколько вы сделали звонков в конце месяца, и сколько пришло к вам людей на встречу, возможно, у вас хромает место приглашения, и вы не смогли провести встречу, вы плохо приглашаете, вы не умеете приглашать людей на бизнес-встречи, и у вас в этом затор, вы сделали много-много звонков, а люди не пришли просто, понимаете, дальше, значит, мои контакты, кстати, есть у меня в ВКонтакте, в Искать там есть и почта, и даже телефон, по-моему, на страничке ВКонтакте, значит, я ни от кого не шифрую, и в Фейсбуке тоже есть, вот смотрите, вы поняли, да, если у вас не пришли люди, значит, у вас зато приглашение, вам нужно отточить, найти в интернете, попросить приглашение, выучить на узу, перед зеркалом потренироваться, вот, потренироваться просто на близкие знакомые, потренироваться перед собой, понимаете, перед зеркалом, отработать эту методику, если у вас, допустим, вы много приглашали, люди приходили, 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 и у вас все равно нет пяти партнеров, понимаете, то есть, вы проводили встречи, значит, у вас затор на месте рекрутинга, то есть, вы не знаете, у вас нет уникального торгового предложения, вы не можете заинтересовать человека, то есть, на самом деле, как вам нужно отточить эту технику продаж, технику рекрутинга, На самом деле у каждого есть какие-то свои слабые места. Поэтому рекомендуется писать этот план, считать и сравнивать. Есть средняя статистика и вы ее отрабатываете. Результат может быть хуже, может быть таким же, может быть лучше. И по нему вы анализируете. Но если у вас такой же приблизительно результат, мы говорим о том, что мы двигаемся нормально по плану, все у нас в порядке. Но мы хотим усилить сделать лучше. Вы можете рывок сделать на следующий месяц. Или себе что-то поставить в план. Ага, на второй месяц, наверное, я все-таки рекрутим, подучу, чтобы у меня лучше был результат. Я хочу сделать рывок на 9%. Сделайте этот рывок. Все зависит от вас. Понятно? Теперь я дальше перейду к следующим планам, которые я пишу в ежедневник. Табличка, табличку. Эта табличка вы составляете для новичка. Если вы сегодня не новичок, и вы находитесь на ступеньке 9%, или вы находитесь на ступеньке 12%, то вы эту табличку тоже можете себе составить. И начиная только с вот этой, понимаете? То есть ставить ступеньку туда, считать и начинать вот с этого месяца. То есть у вас пятый месяц будет первым. Понятно? Думаю, понятно. Теперь мы переходим к бизнес-планам, которые я записывала. Значит, слайд. Пример планирования. Кроме того, что я делаю такую табличку, допустим, она лежит у меня там на столе, и как бы я ее следую, я эту же табличку, на этой табличке рекомендую вам писать в ежедневнике. Я это записываю. Посмотрите, долгосрочное планирование. Пишем цели, планы на год и 10 лет. Я вам сказала, и эту цель я пишу. Вот, допустим, я зарабатываю, я пишу, показываю, как я пишу именно эту цель. У вас целей может быть очень много. У вас должно быть и много. У вас должны быть цели и в области здоровья, и в области там семьи, и отдыха, и личностного развития. Вот. Но вы... Мы сегодня рассматриваем одну цель с точки А в точку Б. Здесь вот пример я вам расчета показала на 200 тысяч, на 300 тысяч пример расчета цифр есть. А записываете вы здесь ту цифру, которую вы все-таки приняли решение. 100 тысяч, 200 или 300. Но вы записываете ее правильно. Я зарабатываю в бизнесе эсенсы в настоящем времени. Четко описываете, что это в бизнесе именно эсенсы зарабатываете, в каком-то другом бизнесе. Вот. В месяц столько суммы, которую вы выбрали, и срок вы должны написать. То есть вы должны написать этот срок, который у вас был в табличке. Понятно, да? Если вы его в год пишете 200 или 100 тысяч, да, то вы знаете, какой у вас этот год будет. Вы, значит, знаете, какой у вас этот слайд. Вы ее записываете. Прошу прощения. Записываете. То есть обязательно срок записываете. Потом вы должны каждый месяц написать. То есть каждый шаг на каждый месяц. То есть это у вас была цель. Причем вы пишете цели наперед. На год вы обязательно пишете. Не меньше цели. А потом план работ в эсенс для того, чтобы прийти к этой цели. И вот первый шаг, если вы, допустим, начинаете с 9%. Вот я привела пример, как я пришла к этому. Я пишу я-9%. То есть я в настоящем времени. Можете написать, я имею 9%. Я 9%. Ни в коем случае не пишите, я заработаю 9%. Пишите в настоящем времени. Мой чек составляет 10 тысяч рублей. Вот. Ну и личный товарооборот. Вы пишете ту сумму, которую вы приняли решение и рассчитали в табличке. Табличка рассчитана на 100 баллов. Вот. Грубовой товарооборот. Вы знаете по маркетинг-плану, что на 9%. Грубовой товарооборот 1200 баллов. В моей структуре я пишу 20 человек. Вы можете и 12 написать, но я написала, допустим, 1. Потому что у нас не только бизнес-партнеры приходят. У нас приходят еще люди, которые просто пользователи, да, или просто продавцы. И они не так, что они каждый месяц делают 100 баллов. Но те люди, которые приходят строить бизнес, если мы заключаем моральный контракт, они должны, ну, как бы, я никому не должен, просто мы заключаем контракт о том, что мы будем строить бизнес, я буду человеком заниматься, и этот человек должен делать 100 баллов обязательно. Почему? Потому что это лидер, и он создает все сбыта, и он должен сделать пример. Если этот человек все-таки делает эти 100 баллов каждый месяц, то ему будут притягиваться такие же сильные люди. То есть, несмотря ни на что, несмотря на то, что у вас какие-то дома дела есть, или какие-то кто-то наболел, кто-то родился, кто-то умер. Это, простите, у каждого в семье происходит эта жизнь, и все. Но мы приходим строить бизнес, и этот человек нам нужен, допустим, 200 тысяч, да, для того, чтобы купить квартиру, или оплатить обучение ребенку. И понимаете, что мы должны его заработать, раз мы поставили, то мы должны, поэтому, если мы сегодня не сделали, кто-то под нами не сделал, нарушилось это все, поэтому мы должны быть обязательства, которые берете на себя, и вселенная видит, это человек серьезный, он берет на себя обязательства, он их выполняет, значит, ему стоит доверить людей. Тот человек, который не выполняет обязательства, пишет и не делает, вселенной отдачи не будет. Тут что потерять, что поднешь, закон вселенной. Я об этом говорю, читайте Брайана Третья, вы всегда поймете. Когда вы будете правильно мыслить, когда вы будете правильно писать цели и выполнять их, вселенная начнет вам делать подарки. То есть, людям ответственным вселенная всегда делает подарки. Люди, которые обещают, не делают, они подарков не получают. Можете проанализировать свою собственную жизнь, свои собственные шаги в этом бизнесе. И вы сделаете такой же вывод. Вот, это все, естественно, работает. Поэтому я пишу, что мой личный товар от 100 баллов я делаю, несмотря ни на что. Даже вот я хочу привести пример, что когда я в январе, допустим, в январе, вообще очень тяжелый месяц, он провальный в бизнесе. Всегда у нас в январе все компании теряют доход, всякий бизнес теряет доход. И поэтому, допустим, мы в январе, я вообще заболела, попала в больницу в конце января. И многие знают об этом, что это будет серьезно. Вот, и что происходит? Значит, у нас до Волга не хватает 600 баллов. И мы принимаем, можем, решение, лежа в больнице о том, что мы делаем на 600 баллов, закупаем продукцию на 600 баллов. Я только в больнице делала список, какую продукцию накупили, самую ходовую. И потом мы занимались продажами. Знаете, что делать? На самом деле, это наш бизнес. Он наш кормит, он нам дает сегодня то, что мы не имели раньше никогда, работая в наемном труде. Поэтому, конечно, мы с людьми, мы холим и левеем, мы не хозяева, бухгалтера. Мы в этом бизнесе просто... Это все для нас сегодня. Если вы так будете относиться, то, естественно, у вас будет отличие визуально. Вот. Дальше. Я провожу встречи с новичками, 60 встреч. Вот эти цифры вы все должны писать. А если у вас таблички 40 стоит, значит, вы 40 должны провести. И вот я провожу обучение партнеров. Если у меня партнеров появилось, сначала у меня их мало, и вот я 5 партнеров, как бы я их уже обучаю. И в моей структуре 6 человек с уровнем 3%. Я на обучении всегда, и я изучаю продукт в маркетинг-план. Но за первый месяц вам обязательно нужно изучить личный кабинет. Потому что многие люди приходят в бизнес и не изучают этого. И потом вот в чате я наблюдаю, какие вопрос люди задают, хотя это все на обычном кабинете. То есть ставьте себе план каждого месяца, первый месяц изучить его личный кабинет, изучить маркетинг-план, изучить продукты. Если вам это непонятно, то вы измите родителей человека, который вам это подскажет. И всегда такой очень простой. Мои дети используются отлично от вас. 50% успеха – это компания, 50% – это вы лично в этом бизнесе. Знаете, компания точно не стратили вы. И вот этот вот уровень я расписываю в каждом месяце 12 месяцев. Если первые месяцы 9, смотрим табличку. Первый месяц, допустим, мы 9. Ну вот 9. Второй месяц вы 9. Пишите 9. Третий месяц 12. То есть это зависит от вас, какие шаги вы будете делать. Может, вы следующий месяц 12 пишите. А может, вы 9. То есть вы медленно будете двигаться. Ну, то есть вот эти цифры нужно перенести в этот свой план, который у вас написан на каждый месяц. Я думаю, что это понятно. До конца года. Понятно? Вот. Теперь смотрите. Ежедневное планирование. Ежедневное является краткосрочным планом. И пишем планы на каждый день на неделю вперед. Я это писала. Допустим, у меня первый месяц написано. Что я делаю 9%. Я 9%. Мне нужно провести 60 встреч. Я его показала. И делать 100 баллов. Что я делаю? Я пишу, значит, на первую неделю. Созвольте воскресенье вечером и пишу на неделю вперед. Это занимает очень мало. Значит, времени составит план на неделю. Очень мало. Вечером прям сидите с воскресенья и как вы пишете. И пишите, например, понедельник, допустим. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...